Добрый вечер, 21.03 в Москве, программа «Археология». Сегодня, как всегда, по понедельникам у нас «Археология Форбс», и сегодня мой соведущий, главный редактор «Форбс» Елизавета Осетинская. Добрый вечер. И, вы знаете, мы продолжим тему, как бы пройдемся по БРИКС, по странам БРИКС, Бразилия, Россия, Идея, Китай. Вот у нас две или три недели назад был эфир Сергеем Васильевым, зампредом в Нешканомбанке, как раз «Почему Россия не Бразилия?» «Чему я не сокел, чему не летаю». И сегодня у нас аналогичная программа «Зачем Россия и не Китай?» Причем, за какую страну не возьмешься, все не мы. Там как-то просто не везет отчаянно. Не ту страну назвали, гонду. Ну вот, опять обвинят нас в русофобии. Нет, мы будем объективно сравнивать стартовые условия на входе в цикл реформ. Ну, вообще, вы знаете, действительно, мне кажется, вот так, если посмотреть таким трезвым обывательским взглядом на всю эту проблематику, взять Россию и Китай, СССР и Китай на уровне 80-го года. Вот как мы смотрели на китайцев? Что такое Китай был в тот момент? Ну, там аллеет Восток какие-то там, китайцы с чашкой риса идут к морю куда-то. Вот, и насколько был велик Советский Союз, большая индустриальная держава и так далее. И вот, вы знаете, 30 лет. Посмотрите, что случилось за 30 лет. Где сейчас Россия, где сейчас Китай? Ну, то есть, если таким уже самым упрощенным взглядом. И вот, мне кажется, здесь возникают вопросы. Почему, каким образом так получилось? При том, что наши страны, страны, ну, с небольшим зазором временным, но все-таки вошли вот в этот реформаторский цикл. И, в общем-то, две страны, как сейчас получается, такого периферийного капитализма, но настолько разные результаты. Так что, Сергей, вот, собственно, можно ли сравнивать условия российские и китайские на старте? Сергей, ответ на ваш вопрос сложнее. Можно, но старт будет в разное время. То есть, сравнить Россию в 80-м году, Советский Союз в 80-м году и Китай в 80-м году, наверное, не очень корректно. Нужно сравнивать Китай 80-го года с Советским Союзом 28-го года или 25-го года, времени НЭПа. Это была такая же бедная и аграрная страна. И во многом реформы Дэна Сяопена были похожи на новую экономическую политику, которую мы называем НЭП. Это была такая попытка построить в аграрной стране стимулы для полурыночных отношений. Эти попытки были Сталином уничтожены в 28-м году, в год так называемого Великого Перелома. А в Китае, наоборот, они начали разворачиваться и, собственно, и привели к тем результатам, о которых вы говорите. Не сразу и не только они, но это был ключевой шаг вперед. То есть, в этом смысле Китай — это такой большой удавшийся НЭП. Да, совершенно верно. Это до этого был катастрофический пример того, что социализм, наверное, все-таки не очень хорошая система. И во многом... То есть догадывались-то и те, и другие. Все догадывались, но на самом деле после индустриализации 30-х годов в мире, включая не только социалистические страны, но и развивающиеся страны, считалось, что, в принципе, индустриализация, плановая экономика, наверное, работает. Разве Советский Союз победил Германию, значит, что это как-то все-таки работает. Другой вопрос, какой ценой. Мы стали понимать это гораздо позже. Но, в принципе, многие хотели скопировать Советскую Систему, и Мао некоторым образом это сделал. С гораздо более катастрофическими последствиями, я должен сказать, чем Сталин для своего народа. Хотя сравнивать эти два ужасных сценария тоже трудно, потому что и сталинская индустриализация, и китайский большой скачок, и культурная революция были, конечно, очень дорогими и ужасными подходами к построению промышленности. А можно ли, правильно я понимаю, что можно Дэн Сиопина относительно как-то сравнивать с Косыгином? Да, наверное, можно сравнивать его с Косыгином в том смысле, что он делал полурыночные реформы. Полурыночные реформы. И отсюда, естественно, вытекает вопрос. У Дэн Сиопина-то получилось развернуть что-то, а у Косыгина-то нет. Собственно, это некая закономерность или стечение обстоятельств? Это некоторая закономерность. Я хотел об этом написать колонку, но тут пришла новость о сделке ТНК БП Роснефть, и я решил написать колонку о Роснефте. Да, надо сказать, что у Сергея Гуриева прямо целая серия колонок в Орбсе, которые я держу перед собой, посвященные сравнению Китая и Советского Союза, почему СССР не получилось, почему Китай получилось. На самом деле многие вещи... Да, но здесь двумя словами не опишешь, почему были свернуты Косыгинские реформы. Лучше всего открыть книгу Егора Гайдара, которая называется «Гибель империи», которая ровно об этом. О том, что после смерти Сталина стало понятно, что нужно делать что-то другое. И на самом деле, вот одну из колонок, которую я написал для Форбса, она основана на работе моих коллег Андрея Маркевича и Екатерины Журавской. Она говорит как раз о попытке Хрущева создать так называемые совнархозы. Это как раз то, что реализовалось в Китае в 80-е и 90-е годы. В Китае регионы конкурируют друг с другом. Именно это пытался сделать Хрущев, но ему не удалось это сделать, потому что номенклатура не захотела понять. Если ваш стимул зависит от того, что вас пытаются как-то реструктурировать и реформировать, вы будете этим реформам сопротивляться. Но дело не в этом. Дело в том, что следующая попытка, Косыгинские реформы, были свернуты, потому что в Советском Союзе появилась нефть. И, в общем, стало понятно, что и без реформ жить можно. И вот как раз вся книга Егора Гайдара о том, как эти реформы были свернуты, как Советский Союз, который должен был быть реструктурирован уже в конце 60-х, в начале 70-х, отложил эту реструктуризацию и прожил еще 20 лет без реформ, что, собственно, и привело к тому, что распад был таким болезненным. А возможно ли была в тот момент реструктуризация? То есть Советский Союз обладал такой же степенью управляемости, жесткости административной системы, как нынешний Китай? Это такой гипотетический сценарий. Я думаю, что да. Ну, там расстреляли бы немножко кого-нибудь. Да, в принципе, да. В принципе, об этом трудно говорить, потому что расстреливали уже очень долго. И людям как раз надоело бояться и надоело расстреливать. И якобы вот события в Новочеркасске, когда люди были расстреляны, показали центральным органам власти, что, вообще говоря, люди недовольны. И местные солдаты стрелять в местных людей не будут. Для этого нужно вызывать людей из другого города, солдат из другого города. Так же, как и для подавления восстания на площади Тяньаньмень, пришлось перебрасывать войска из других регионов Китая. И в этом смысле как раз центральный комитет и начал задумываться о том, что, наверное, нужны какие-то изменения. А потом стало понятно, что так как есть нефтяные деньги, то можно ничего не реформировать и просто платить деньги народу. Если бы этих денег не было, наверное, реформа бы произошла. Но все-таки в Китае больше было таких своих новочеркассков, и через гораздо большую степень насилия и принуждений он прошел. Вы знаете, вот тут хочу одной теорией поделиться. Ну, собственно, вы уже начали о ней говорить, что мы находились на принципиально разных витках развития, что Советский Союз уже выполнил основные задачи индустриализации, создал мощный городской класс. Вот покойный социолог Андрей Фадин об этом писал. У него была очень интересная теория, что у нас не мог состояться китайский вариант, потому что у нас было слишком много сильного городского класса, те, может быть, 20-30 миллионов человек, которые в результате пошли за Ельцином, которых нельзя было расстрелять, и которые, в общем-то, создали нынешние 90-е. А у Китая было огромное послушное население на уровне СССР до 20-х годов. Совершенно верно, абсолютно точно. Этот городской класс во многом и был создан в течение 30-х годов. До индустриализации Россия была в подавляющем большинстве своей аграрной страной, и городской класс начал создаваться в 30-е годы. Это неизбежная составляющая индустриализации. Действительно, к концу 80-х годов огромное количество представителей среднего класса не в нашем сегодняшнем понимании, а вот именно в понимании обычных социологов, в том смысле, что это люди, которые зарабатывали на хлеб умственным трудом и имели основные составляющие достатка. Вот эти люди, конечно, не были готовы к тому, чтобы их расстреливали и к ним относились высоко. А, другой вопрос. Это мы сейчас как бы говорим о каких-то силовых таких устройствах государства, как машины подавления, да, и в зависимости от этого. Но ведь одновременно же в Китае была и конкуренция, которая готовила... Система, которая порождала относительно сильных, как, собственно, и писали руководители регионов. Правящий класс был гораздо более конкурентен и внутри себя. То есть не было вот такого вот бюрократического маразма, да, старческого маразма, который наступал в советской системе. Ну, все это произошло не сразу, да. Во-первых, и здесь есть две теории. Одна теория говорит о том, что в Китае всегда был такой меритократический бюрократический класс. То есть если вы сегодня зайдете в Пекине в запретный город, вам скажут, вот в этой комнате китайские чиновники сдавали экзамен на право стать чиновником. Я помню в Гугуне, и мне это одна вещь, которую буквально подхватили больше всего, потрясла. Экзамен продолжался неделю, этот экзамен. Причем многие экзамены принимал личный император. Причем чиновников, причем речь идет о Минской династии еще 300-400 лет назад. Вот, да. Экзамены по астрономии, по медицине, по сельскому хозяйству, по поэзии, по музыке. Специальная комиссия в главе с императором в течение недели экзаменовала чиновника. Якобы вот эта традиция очень важна. Вполне возможно. Но Мао во многом сломал эту традицию. И при Мао, особенно во время культурной революции, были чистки похожи. Хотя и не так много было, собственно, расстрелов, как в 1937 году. Но, по идее, это был тот же самый подход. Попытка уничтожить близких соратников. Да. Правящий слой. Вот. И якобы, вот если поговорить со многими китайскими руководителями, спросить у них, почему Дэну удалось создать систему постоянной ротации. Вот мы наблюдаем ровно сейчас. Очередное поколение китайских руководителей уходит, новое приходит. Знаете, это, кстати, совершенно поразительно. То есть люди, так сказать, там рейтинг журнала Forbes по влиятельности, их не ставят там в первую тройку, этих людей не включает. Но вот, на мой взгляд, это глубокая ошибка. Потому что, ну, так сказать, люди управляют таким массивом, такой силой экономики, такой динамики, что там наша страна-то уж точно должна быть за пределами первой тройки. Нет, но, может быть, наша страна не такая влиятельная, как Китай, но наш президент гораздо более влиятельный. Внутри своей страны? Нет, в мире, потому что пусть он управляет меньшей экономикой, но он управляет ей без ограничений. А в Китае через 10 лет вы должны уйти, потом у вас какое-то коллегиальное руководство, есть какие-то сдержки и противовесы. Это как сравнивать, я не знаю, российского президента... Знаете, Меркель и Обама тоже должны уйти. Да, совершенно верно. Я думаю, что, может, ваш журнал и ставит их выше Владимира Путина, но я уверен, что Владимир Путин не считает себя менее влиятельным человеком, чем Меркель и Обама. Нет, это, безусловно, субъективная история, но все-таки, мне кажется, что масштаб даже задач, который находится в руках этого человека номер один в Китае, он просто несоизмеримо больше. Ну, там нет одного человека, да, это коллегиальное руководство, сдержки и противовесы. И возвращаясь к тому, о чем Сергей меня спросил, вот, наверное, тот ужас единоличного лидерства МАО, который управлял страной практически 40 лет, да, и который действительно позволял себе самые невероятные эксцентрические действия, наверное, и заставил чиновников, руководителей поверить в то, что вот эта система, которую предлагает ДЭН с внутренней конкуренцией, с продвижением более талантливых, с уходом через 10 лет, вот эта система, наверное, действительно более полезна и, главное, безопасна для самих чиновников, потому что если один из них возвысится, станет слишком влиятельным, то это может кончиться плохо для других. И самого ДЭНа же несколько раз, два, по-моему, раза репрессировали, да, и они все это хорошо понимали на своей шкуре. Поэтому, наверное, из этого берется такая система, но вы правы, очень важна внутренняя конкуренция. То есть это традиция некая, еще старая имперская традиция, которая вот так вот в коммунистическом Китае была реализована. Да, ну вот сейчас, если вы посмотрите, есть очень много работ, которые говорят вот о чем. Посмотрим на руководителей регионов. От чего зависит вероятность того, что их повысят? От того, насколько быстро растет их регион по сравнению с другими. Это вполне значимая статистическая зависимость. А вот если, например, ввести такие критерии в России, ну, ввести в зависимости, так сказать, эффективный губернатор, это тот губернатор, который показывает темп роста, так сказать, экономики региона 10%? Есть два, есть два ответа на ваш вопрос. Во-первых, Россия находится на другом уровне развития, и нас заботят не только рост, но и социальные критерии, другие критерии качества жизни. А можно, может быть, забыть про них временно? Да, китайцев не заботят. Вот сейчас будут заботить. Там же не обсуждается пенсионная реформа, в отличие от России. Там просто нет пенсии, поэтому она и не обсуждается. Сергей, ну у вас правильный вопрос. Еще в 2000-х годах фактически не заботила. Сейчас уже заботят. Гармоничное развитие, развитие внутреннего рынка, образование, окружающая среда. Все это выходит теперь тоже на первый план. Но до этого это был чистый экономический рост. На вопрос Елизаветы у меня тоже есть ответ. А ответ такой. В принципе, в России есть 130, по-моему, 4 критерия, по которым администрация президента действительно измеряет, губернатор эффективный или нет. Но если подставить все в формулу и посмотреть на результаты статистических закономерностей, значимым становится один, который вы все знаете и так. Голосование за Единую Россию. Голосование за Единую Россию хорошо предсказывает вас уволят или оставят на вашем рабочем месте. У нас уже есть первые звонки. По этому поводу хочу напомнить наш телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Нам хотелось бы услышать ваше мнение. А можно ли России и чему Россия учится у Китая? Годится ли нам китайский путь? Готовы ли вы пойти, скажем, на некое ограничение политических свобод, да, скажем, пользования интернетом ради экономической и экономической эффективности? Ну, я думаю, больших городов это уже слушатели тех сопоставимых, да, финам, которые были бы в Китае. Я думаю, там это не касается. Ну вот, годится ли России китайский путь? Готовы ли вы на китайский путь? Дмитрий у нас на линии. Да, добрый вечер. Хотел бы вот уточнить. Вы говорите, что китайская элита, она заинтересована с ними для того, чтобы не стать жертвой репрессий. То есть некий такой момент страха. А есть вообще представление о том, что есть выгода для Китая и китайской элиты? То есть, например, образованное население, там, не знаю, или наоборот, там, любыми средствами добиться увеличения ВВП за счет... Ну да, вопрос целей, да. И это определяет как раз и внутреннюю невозможную политику, что есть как бы у элиты некие критерии успешности страны, да. Например, не может быть сильная страна с нищим, необразованным населением. Спасибо. Понятно, спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Опять же, на ваш вопрос Дэн, Сиопин и сегодняшние руководители дали бы, наверное, разные ответы. Для поколения руководителей Дэна было очевидно, что страна нищая, необразованная, и сколько бы она ни называлась, я великой, без экономического роста, без роста ВВП у нее, на самом деле, нет шансов. Вот. Но в течение этих 40 лет, последних, точнее, 35 лет, у китайской компартии возникло еще одно ощущение. Вот партия в целом не может удержаться у власти, если не будет экономического роста. И это не вопрос национальных интересов, это в том числе вопрос самосохранения партии, вот как такой системы. И в этом смысле не только уходящий лидер знает, что ротация это хорошо для страны в целом, для него тоже в целом. Но это хорошо и для партии. И его товарищи по партии говорят ему, не принимай сумасшедших решений, потому что иначе нас отсюда всех сметут. Потому что только благодаря тому, что мы доставляем более высокий уровень жизни, нашим соотечественникам нас и терпят. И это вот такой социальный контракт, о котором думают все члены партии. Надо сказать, что это нормальная логика политической партии во многих странах. Например, почему уходящий президент в Соединенных Штатах думает о том, чтобы делать что-то разумное. В том числе и потому, что его коллеги не хотят, чтобы он опозорил партию. Потому что иначе партия не сможет выиграть следующие выборы. Здесь некая такая трансформация вот этой вот древней китайской формы легитимности, мандат неба. Как император теряет мандат неба, ну значит да. И мандат неба измеряется в некотором роде статистическими органами. Да, 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 с успешностью. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях ректор Рэш Сергей Гуриев. Телефон нашей студии 6510-99-6, код Москвы-495. Мы уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер. Программа «Археология». Сегодня журналом «Форбс» со ведущей мы сегодня Лиза Осетинская, главный редактор «Форбс». И в гостях у нас Сергей Гуриев, ректор Рэш. Говорим мы о Китае. Годится ли для России китайский путь? Готовы ли вы на то, чтобы пойти китайским путем для российской экономики? 6510-99-6. Телефон в студии. Леонид на линии. Да, абсолютно нет. Потому что у нас у власти находится тайное общество под названием КГБ. Оно никому не даст возможности себя куда-то убрать. У нее свои цели. И использует Россию она исключительно в своих целях. И перед Россией стоит... Если бы не было этого общества... Ну, я не знаю, было или не было бы. Ну, в общем, это ситуация уникальная. По-моему, в истории еще не было такой ситуации ни в одной стране. Леонид, а в чем цели? Мальтой правил Мальтийский орден. Ну, там слишком маленькая страна. Леонид, а в чем цель КГБ? Сохранить свою власть. И продолжать свои очень... У нее страшный бэкграунд. И у нее огромные наработки, как управлять обществом. Они сейчас реализуют, я так полагаю. Так как коммунистической партии Китая, это уже та же самая цель? Держать власть? Нет, нет, нет. Это идеологическая партия. Здесь КГБ это тайное общество. Коммунистическая партия в некотором роде, хотя декларирует идеологию коммунизма, конечно, уже не является коммунистической партией. Уже в коммунистическую партию принимают бизнесмены. Я говорю о тайном обществе. КГБ это тайное общество, прежде всего. У нас судьи назначаются из КГБ. Они сначала идут в КГБ, там им дают разрешение, и тогда они становятся судьями. А, но вы имеете в виду, что это как бы некая скрытая структура, которая все-таки не участвует в открытой каком-то... Абсолютно скрытая. Непубличная, непрозрачная. Абсолютно скрытая. А как сайт на пути России я могу еще немножко сказать? Вы знаете, много других уже звонков, но ваше мнение засчитано. Ну да, ну в каком-то смысле здесь тоже об этом можно говорить. От некой клановости, закрытости, корпоративности. Будь это КГБ или Кооператив Озеро, или, так сказать, первый круг, второй круг ближних и не очень ближних друзей. Вот. И о большей, конечно, открытости и сменяемости элиты в Китае. Но если вам о них известно, это значит, они на виду. Они на самом деле на виду. Это предположение, да. Я бы не сказала, что они так глубоко... Если бы не было журнала Forbes, мы бы о них ничего не знали. Мы благодаря журналу Forbes даже знаем, каково их состояние. Но у меня вот другой был вопрос. У вас в колонке упоминается такой тезис. Разумно устроенная диктатура о Китае. А в России возможно разумно устроенная диктатура? Вы знаете, наверняка возможно. Я думаю, что если бы в России была вот такая сменяемость, то, наверное, можно было и в России построить китайскую диктатуру. Но по каким-то причинам, наверное, потому что в России есть нефть, в России труднее построить сменяемость. В принципе... Разумность эквивалентна сменяемости. В разумности есть две вещи. Одна сменяемость регулярная, другая внутренняя милитократия. Что, грубо говоря, если ваш друг по школьной скамье или ваш однокурсник работает плохо, вы на это место назначите какого-то другого человека. А не будете всеми силами держаться за своего друга. Просто потому, что он ваш друг. Вот эта меритократия, которая работает в Китае, где старые друзья иногда теряют работу, иногда отправляются даже под домашний арест. Это важная часть, важная часть так называемой разумной устроенной диктатуры. Мне кажется, да. Это очень важная тема, о которой мы сейчас поговорим. А пока что еще раз напомню телефон 651099,6. Почему Россия не Китай и может ли Россия пойти китайским путем? Константин на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я думаю, что Россия, в принципе, конечно, могла бы пойти китайским путем. Но по факту уже невозможно. Во-первых, нет самого главного ресурса. Это люди. Его просто нет. Ни дешевой рабочей силы, ни в каком-либо другом варианте. Вот. А во-вторых, правильно сказал первый товарищ, да никто не отпустит. Вот как с времен Хрущева вот это идет, там, в принципе, все то же самое до сих пор сидит, раскладившийся. И оно никогда не отдаст вожжек. Вы имеете в виду бюрократию, да? Да. А вариант с диктатурой, в таком плане, как у Китай, он единственный, наверное, сейчас выход. То есть закрыться и попытаться настроить, возродить что-то. То есть это будет тяжело, но когда людям придется заново что-то делать руками, выхода другого не будет. Константин, а как вы думаете, Китай – это закрытая экономика? Ну, вы знаете, я в Китае был несколько раз, и когда в Китай подходишь и хочешь понять, что у них почем, они говорят всегда так, а вам зачем? Вы все равно не знаете. Вы даже себестоимость этого товара не знаете. Покупайте, почем вам продают. А вы по бизнесу там были или в качестве туриста? По бизнесу тоже. И по бизнесу тоже. То есть невозможно оценить, каковы реальные издержки производства того или иного товара? До конца нет. Только вот что-то в базисе. А до конца все пронять никак. Понятно. Сергей, действительно, какова роль трудолюбивого китайского народа в китайском экономическом чуде? Вот да, вот это действительно вопрос, вернуться к вопросу о эмиритократии. Вот вчера просто так случилось, мы с Лизой на одном мероприятии обсуждали вот это же, даже вот думали, как мы будем о эфире говорить. Вот студенты китайские, знаете, они настолько более трудолюбивые? В русско-американской компании обсуждали, насколько они более трудолюбивые, чем американские студенты. У них совершенно другие цели, интенсивность работы, мотивации. Ну, понимаете, китайские студенты, которых вы видите, или которых видят американцы в лучших американских вузах, это не просто китайские студенты. Это лучшие китайские студенты, которые в своем районе выиграли Олимпиаду или пришли первыми по своему китайскому ЕГЭ, обойдя 200 тысяч... Миллиард человек, ну да, 200 тысяч человек. То есть надо понимать, что вы никогда не видели простого китайского, среднего китайского студента. Кроме того, университетов по-прежнему очень мало. И даже поэтому любой китайский студент, он, наверное, действительно обгоняет очень большое количество своих сверстников. Но при этом, действительно, возвращаясь к среднему китайцу, по-прежнему в Китае есть сотни миллионов очень бедных людей, которые работают за очень низкую зарплату. Это будет меняться, это уже меняется, это будет меняться. И, конечно, это важная вещь для компаний, которые размещают производство в Китае, что труд на западе Китая по-прежнему стоит очень дешево. Ну, опять-таки, то, что вы говорите, это свидетельство какой-то очень силы институтов, да, институтов отбора. То есть тот же меритокаратический принцип, но пускай не на уровне, да, индивидуальной конкуренции людей, а на уровне института, который, да, заставляет человека пробиваться через эти сотни тысяч людей, чтобы попасть в западный университет, получить должность чиновника, там, вроде как, вся деревня может скинуться, чтобы одному человеку собрать на образование, чтобы он сдал экзамены на администратора. Да, абсолютно точно. А если ты не сдашь экзамен, то вся деревня потом с тебя спросит. А вот, на самом деле, есть понимание того, что, несмотря на всю эту самую коррупцию, вот этот национальный экзамен типа ЕГЭ администрируется более-менее честно. Есть, в американских вузах есть много подозрений по поводу того, что китайец, который приехал, сдав TOEFL, может не говорить по-английски. Есть гипотеза о том, что иногда китайцы выдают себя друг за друга и сдают друг за друга TOEFL. Но в целом понимание того, что вот действительно 500 лет назад, чтобы стать чиновником, нужно было сдать экзамен, и сейчас нужно сдать экзамен, вот это понимание, конечно, есть. И это часть вот этой меритократической конкуренции, и это часть сменяемости власти. А все это должно так или иначе работать, иначе диктаторский режим неэффективен. 65, 10, 99 и 6. Почему Россия не Китай? И чему нам можно научиться у Китая? Дмитрий на линии. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы свое мнение сказать по поводу народа китайского, российского. Отличие, почему мы не можем быть Китаем, на мой взгляд, если мы к истокам от рождения заглянем, на каких культурных годах воспитываются дети, и сравним хотя бы китайские сказки, да, там, со сказками нашими, российскими. А расскажите, я что-то плохо знаю китайские сказки. Главный герой китайских сказок всех — это парнишка, дружинник. И когда с детства народы закладывается этот образ, естественно, потом, ну, нечем удивляться, что вся страна живет вот как эти муравьишки. То есть это нечто архетипическое. А у нас Иван Дурак. Да-да-да, конечно. Ну, не совсем Иван Дурак, может быть, Емеля. Ну, это... Ну, Емель на плече. Это просто по-другому. Иван Дурак, он на самом деле очень смарт. Он просто такой... Работать не любит. Он, я бы сказал, хитро-хитро-хитро местный, да. Конечно. Вот. Мне кажется, это тоже немаловажный фактор, почему Россия никогда не будет Китаем. Ну, я бы с Дмитрием до конца не согласился, потому что россияне, воспитанные на сказках об Иване Дураке, уехав в Силиконовую долину, работают изо всех сил. Уехав в Европу, работают. Более того, когда в Китае был настоящий коммунизм, китайцы работали, мягко говоря, не очень хорошо. То есть, в принципе, конечно, вот эти культурные различия очень важны, но стимулы тоже важны. И система тоже важна. Знаете, немножко в другую сторону я уведу. Вы знаете, это, так сказать, такая некая расслабленность в культуре, да, некая такая вера в чудо. Это же, знаете, все-таки закладывает и творческую составляющую какую-то. Я, на самом деле, подвожу к тому, чтобы задать вопрос, который я сегодня получил от редакции Forbes. Я спросила, о чем вы хотели услышать. Вопрос был такой очень простой. А вот место Китая в мире в том, чтобы все производить. Место Америки в том, чтобы все придумывать. А в чем место России? Лиза, но вы скажите мне, вот в чем место Бразилии? Или в чем место Франции? Вот, на самом деле, как-то вот трудно себе представить, чтобы страна не имела места в мире. И Китай, более того, не всегда будет дешевой фабрикой. Потому что я уверен, что если все будет хорошо в мировой экономике, то через 30 лет игрушки будет производить Африка, а не Китай. Вот это все действительно меняется вследствие того, что некоторые страны становятся богаче, труд становится дороже. И все это происходит на наших глазах. Россия, например, 15 лет назад было понятно, что Россия импортирует зерно. Помните такое? Сельское хозяйство. Это черная дыра. Страна должна кормить своих крестьян. Кажется, Киссинджер смеялся над тем, что Советский Союз стал импортировать зерно. А сейчас Россия один из крупнейших экспортеров зерна. Кто бы 15 лет назад сказал, что Россия сможет экспортировать зерно? Ну вот это можно изменить. И вообще говоря, вот мы сегодня говорили с вами о том, может ли Россия быть транспортной сверхдержавой и вместо того, чтобы груз шел месяц по морю и скорее в Германию, может поехать по российской железной дороге и доехать за неделю? Пока не может. Пока есть проблемы. Но я вам на это ответил, что по мнению нашей железнодорожной компании все перевозки невыгодны. Писсажирские, грузовые, пригородные, дальние, абсолютно все. Абсолютно верно. И раньше и зерно нельзя было выращивать. Как можно в России было выращивать зерно? Непонятно. Нет, ну это да, это тарифы. Это, чтобы уже закончить эту тему. Я помню, что у нас на Дальний Восток было дешевле зерно привезти из Австралии, чем из Казахстана. Из-за политики тарифов. А уголь на электростанции и заводы из Австралии. Ну вот, начался плач Ярославный. 65, 10, 99,6. Почему Россия не Китай? Годится ли нам китайский путь развития? Виктор. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я тоже хочу сказать немножко обо вашей проблеме. Так вот, сейчас предыдущий товарищ говорил, что там у нас зерна, сейчас навалом мы продаем. Вот. Мы зарубили весь скот. Поэтому и продаем. Мы разорили все деревни. Все поля у нас заросли березками. А у нас излишки. А откуда излишки? Потому что мы загубили население. Понятно. Мы стали меньше есть. Это раз. Да. А потом, я вам скажу, по поводу лентяев там русских и прочие там русские народные сказки. Для дураков может быть и понятно, что русские народные сказки говорят, об Емелье дураке и об Иванушке тоже. А для умных это наука. И наука, между прочим, тысячелетняя. И вот. И тут мы причем совершенно ни китайские, ни русские сказки. А кого угодно можно, так сказать, задавить. Любой народ. Любой народ можно задавить. Вот как с тем же Китаем англичане в свое время поступали. И наркотой. Ну да, опиумные войны. Да, вы правы. Вот. И абсолютно то же самое делается сейчас с нами. И какие хозяева над нами. Ну, так уж я говорю. Вот. Что хозяева. Получилось так. Вот. Так и народ живет. Понятно. Спасибо. Спасибо, Виктор. Ну да, интересно действительно вспомнить вот эту всю колониальную эпоху, опиумные войны. И вот это то, что китайцы называют. Да, столетие позора. То, что они называют, которое было вот с середины девятнадцатого по середину двадцатого. Убертолучи, гениальный совершенно. Да. Последний император. Последний император. Очень хорошо показывает. И вот у них какая-то, мне кажется, вот это вот до сих пор есть такая какая-то гордость и мотивированность, что мы отряхим вот этот прах колониальной эпохи. И вот начиная вот последние десятилетия мы стабильно поднимаемся. То есть такая какая-то супер мотивация есть. Безусловно. И в принципе та же мотивация была у Мао, но мягко говоря у него не получилось. Вот. И действительно сейчас происходит подъем Китая. Китай, надо сказать, что он был богаче Западной Европы. И он действительно был центром мира. И в нем действительно были те самые изобретения, которые в Европе появились гораздо позже. И там все изобрели. Вы знаете, вот я скажу, я уже несколько лет просто веду программу телевизионную по истории. И вот мы каждый раз берем какую-то, так сказать, вещь, там, проблему, идеологию, еще что-то. И так или иначе, все в мире было когда-то изобретено в Китае. Там три тысячи лет до нашей эры, две тысячи лет до нашей эры. Куда ни копни, все изобрели Китайцы. И что, даже велосипед? Ну, велосипед, да, велосипед. Нет, ну, так скажем. Зонт. Совершенно точно зонт. Деньги, я не знаю, компас, порох, не знаю, ранняя индустриализация, там, водяной молнии. Не, ну, что говорите, огромное количество. И поэтому сегодняшний состояние, точнее, состояние начала 70-х годов, это огромное унижение для Китая. И действительно, именно поэтому Дэну удалось создать вот такую национальную идею, что мы вернемся, мы построим великую страну опять. 65, 10, 99, 6. Почему Россия, не Китай? Александр, на линии. Да, добрый вечер. Пожалуйста, радио отключите, там, сзади. Ну, дорогие друзья, я думаю, что здесь надо еще посмотреть гораздо глубже тех вот, ну, последних, может быть, там, чем последние, там, 100 лет или 200 лет. Значит, вы не забывайте, что Китай, импемия, как таковая, она существует уже больше двух тысяч лет или две тысячи лет. Ну, что-то около этого. Вот. И они, неважно, в каком виде она, империя, это сохраняется сейчас, коммунисты сейчас правят, но, по сути дела, четкая управляемость. Больше миллиарда человек в стране, но, тем не менее, хватает для всех и продовольствия, и рабочие места и так далее, и так далее. Вот. И при всем том, что там тоже чиновники, ну, исходя из того, что это старинные китайские, наверное, оттуда, наверное, повелось все это привычка брать, заниматься заимством, брать взятки и так далее. А вот, тем не менее, я думаю, что они находят эффективные способы бороться с коррупцией, неважно, там, даже если это публичные какие-то, там, расстрелы, но, тем не менее, они с этим борются, и страна видит, какие приоритеты нужны, там, для страны. Вот. И, соответственно, расставляя эти приоритеты, они идут в этом направлении. Понятно. У них государственное мышление. А у нас только, значит, наши чиновники дорвались до кормушки, и все, они уже начинают уже мыслить не столько о государстве, не о государстве, а о себе любимых. Понятно, да. Спасибо, Александр. Но я не совсем понимаю, почему нам не удается сделать то же самое. Действительно, почему, если вы почитаете выступление Владимира Путина, он с Александром же полностью согласится. Он скажет, нам тоже нужно бороться с коррупцией. Более того, он скажет, мы будем бороться с коррупцией. Вот. И в этом смысле загадка остается, почему там удается разъяснить. Ну, а там и не удается, на самом деле. Там и не удается, но все-таки. Она минимизирует. Она хотя бы не настолько... Она не является структурным элементом режима. Коллеги, мне кажется... В Китае? Сейчас вы уже... Ее масштабы увеличиваются. Она не уменьшается. Она системообразующая, как у нас. Чиновник-миллионер, это... Нет, но это сопутствующий. Это то, что называется collateral damage, сопутствующий ущерб. У нас же, мне кажется, коррупция является основной мотивацией. Большой части просто государственной машины. Нет, конечно, наверное, это не носит такой системный характер. Наверное, это не пронизало все уровни до такой степени. Нет, наверное, такого цинизма. Но все-таки он там тоже присутствует. Я... Эта тема... Все-таки о Китае информация... Это информационная страна, на самом деле, достаточно закрытая. Да. То есть мы не можем получать такую же открытую информацию о Китае, как о России. Да. Вы знаете, у нас так редко женские звонки... Женщина очень редко звонит. Да, да, женщина звонит. Да, давайте возьмем еще звонок, перед чем уйдем на перерыв. Татьяна, слушаем вас. Добрый вечер. Я была в Китае давно, лет пять назад. Меня поразил совершенно один случай. Мы ехали, ну, куда-то на экскурсию с гидом. Там машины, вот большинство, по крайней мере, пять лет назад, были такие вот старенькие, бедненькие. А тут нас обгоняет, наверное, новенький 600-й Мерседес с какими-то номерами, не совсем китайскими. Мы спрашиваем гида, а это кто едет? Нам отвечают, а это наши инвестиции. И вот меня потрясло уважение, с каким, ну, вот китайский гид нам об этом сказала. А вот наши отличия, нам кажется, что нас все забирают. То есть вот китайцы, они, мне кажется, учатся, ну, просто вот любую возможность используют для того, чтобы научиться и иметь опыт. Спасибо, да. Вот очень правильно. Действительно, китайцы уважают тех, кто зарабатывает деньги. Богатство считается скорее достоинством, чем недостатком. Это же Дэн сказал, it's beautiful to be rich. Да, да. Это полностью противоположно нашей идеологии. И вы знаете, еще что очень важно, вот то, что Татьяна сейчас сказала, у китайцев нету комплекса неполноценности, которая, мне кажется, является вообще, по-моему, сейчас одним из главных определяющих, одной из главных определяющих черт российского национального самосознания. Комплекс неполноценности. Что бы ни говорили про эту Россию. Это разная вещь, нетерпимость, неудачь, это другая история. И мне кажется, Сергей говорит про такую постимперскую ностальгию, что нам неудобно учиться у других. Да. Как мы можем учиться у других, как мы можем перенимать опыт других, ведь мы самые умные и так. Ну, а у китайцев это, кроме всего прочего, стоит на вот этой пятитысячелетней традиции, на вот этой гигантской совершенно культуре, на чувстве единства с этой культурой. И, собственно говоря, вот это вот понятие же Джунго, да, китайцы, срединное царство, они в середине, все остальные на периферии, мы для них северные варвары. Вот, и вот это вот чувство какой-то центральности этого шарика, который постоянно скатывается в центр вот этой вот ниши, оно очень сильно в Китае. Мы уйдем на небольшой перерыв, телефон на 65 10 99 6. Добрый вечер, это программа «Археология», «Археология Форбс». Сегодня работаем вместе с Елизаветой Осетинской, главным редактором «Форбс», и в гостях у нас Сергей Гуриев, ректор РЭШ. Говорим мы о Китае, почему Россия и не Китай? Как помните, был еще в режиссерских времен анекдот, может ли Россия построить шведскую модель социализма? Ответ был, конечно, может, только где взять столько шведов? Вот, вот точно так же, мне кажется, наш сегодняшний вопрос. Сможет ли Россия пойти китайским путем? Наверное, может, но где взять столько китайцев? Да, вот здесь, Сергей, здесь какая-то тоже и демографически очень большая, да? У меня есть очень простой ответ на этот вопрос. Давайте посмотрим на Северную и Южную Корею. Одни и те же корейцы. 50 лет назад это была одна и та же страна, более того, Северная Корея была чуть богаче, чем Южная Корея, и вот они пошли разными путями. Одни и те же корейцы. Теперь разница в уровне жизни по некоторым оценкам в 20 раз, по некоторым оценкам в 100 раз. Южные корейцы живут дольше, чем северные корейцы. Их больше, потому что они живут дольше. Они выше, потому что в детстве их кормят лучше. И в общем счастливее. Ну и в общем счастливее, да. Это показывает, что во многом из одних и тех же культурных особенностей можно построить совершенно разные страны. Ну, не говоря уж о знакомом нам примере Восточной и Западной Германии. Да, согласен. 65, 10, 99, 6. Почему Россия не Китай? Алексей. Алло, добрый вечер. Да, очень приятно, что получается заочно так... Вернее, не заочно, я по телефону пообщался с Владимиром Гуриевым. Многократно пытался поговорить, потому что я очень не люблю лучшую школу экономики. Я звоню из Штатов. А он не из высшей школы экономики, это так, да. Он из российской экономической школы. Из высшей школы экономики это я. Мне, если претензии, я готов принять. Ну, ладно, хорошо. Я вот как раз по поводу... У меня свой опыт, поскольку я заканчивал аспирантуру в Соединенных Штатах, еще в СССР второе образование получал, и сейчас живу здесь. Я активно довольно общался с китайскими студентами. Более того, на нашей кафедре было более 50% русских. В основном выпускников МИФИ, МФТИ и так далее, и так далее. Кстати, никто не вернулся, несмотря на все призывы. Мы где-то по компьютерному бизнесу, да? Смотрите, я вот выпускник МФТИ, я работал в Принстонском университете, стажировался в Массачусетском технологическом институте, а теперь работаю ученым в Москве. Сергей, ну вы такой один. Давайте справедливости ради, скажем. Нет, у нас в РЭШ все наши профессора, это люди, которые уехали и вернулись. Да, Алексей. Ну, у нас вернулся один парень, у него папа, главный инженер, очень вкусного завода. Ну, не суть. В общем, вот мое наблюдение по работе с китайскими студентами, ну, вот вообще, было намного же китайцев, ездили здесь, живем мы. Я жил на две страны очень долго, я взял, не менее, да, то есть и в Россию было последнее время, но решил вернуться обратно. Мы не можем работать так, как они, просто по одной простой причине. Я, вот, у них нет полета мысли. Если мы работаем, ну, я, короче, да, вы понимаете, я показываю пальцами, да, вот тут вот, как американцы. В общем, Алексей, главное, что у китайцев нет полета мысли. У нас, у нас он есть, а у китайцев не такой. У нас он есть. У нас он есть. Они трудолюбивые, все в порядке. Но вот этот недавно, буквально, там, пять минут назад, прозвучал кризис о том, что у них нет комплекса неполноценности. Так вот отсутствие комплекса неполноценности, на мой взгляд, в инженерных и прочих делах, у них играет отрицательную роль, потому что это люди, которые зачастую, вот эти студенты, это люди, которые не имеют, ну, условно говоря, технического бэкграунда, да, вот. Ну, как бы вам объяснить. Если вы видите, если вы посадите человека на автомашину, который никогда перед этим не видел автомашину, он научится делать, да? Ну, вот это примерно такой же подход. Они умеют считать, все в порядке, можно иметь у себя в группе одного-двух китайцев, которым ставить очень жестко и очень точную задачу. Понятно. Но придумать... Понятно, да, Алексей, да. Я ясен, извините, что прерву, очень долгий ваш был звонок, но мне кажется, совершенно, вот это то, что часто предъявляют Китаю, что они гениальные имитаторы, но, собственно, ничего нового придумать сами не могут. Но это... В этом есть своя правда, потому что вся система в Китае устроена так, что свобода подавляется. И вот если поговорить с теми людьми, которые вернулись в Китай и руководят образованием в Китае, пытаются внедрять вот американские принципы свободного творческого образования, им очень трудно это делать, потому что вся система построена все-таки по-коммунистически. Ну, на принуждении, так или иначе. Более-менее, да. И вот здесь надо сказать, что у россиян, в принципе, есть свобода мысли. Но вот мы здесь сидим с вами в комнате, все гэджеты, о которых мы говорим, изобретены не в России, а в Америке. В Америке. Так я же вам и сказала, производство в Китае, а придумывание в Америке. В том числе потому, что там есть ключевой принцип «критикуй, подвергай сомнению авторитеты». Вопрос критического мышления – это ключевой принцип американского образования в бакалавриате. То же самое в Израиле. То же самое в некоторых европейских странах. Причем не во всех. Чего в китайской культуре? В китайской культуре этого нет. В России, я бы сказал, такой промежуточный случай. Но, в принципе, я думаю, что я бы за Китая не беспокоился. Если все будет идти так, как идет, я думаю, что рано или поздно там будет несколько вузов, которые будут такими заповедниками американского образования. Ну вот смотрите, в целом тогда, может быть, мы сейчас говорим о том, что Китай в нынешнем своем росте совпал вот с этой поздней индустриальной эпохой. То есть он закрывает вот эти вот ниши, которые, так сказать, на краю вот этого постиндустриального перехода. Да, да, вот такое глобальное производство, производственный цех. Но если говорить о постиндустриальной экономике, да, то вот если в 21 веке будет все больше и больше она расширяться, то Китай эти ниши уже постиндустриальные занимать не так просто будет, потому что у них нет необходимой для этого креативности, там, не знаю, коллаборативности, свободы мышления и т.д. Возможно, возможно. Но уже сейчас в Китае венчурных фондов, технологических стартапов, производства высокотехнологичных товаров очень много. И я бы сильно не беспокоился бы за Китай. Хотя вот риск этого, конечно, есть. И те китайцы, которые пытаются заглянуть, скажем, на 20 лет вперед, беспокоиться именно об этом, Сергей, именно о том, о чем вы сказали. Понятно. 65, 10, 99 и 6. Почему Россия не Китай? Марина. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хотела бы напомнить, наверное, многие смотрели «Лебединое озеро» в исполнении китайцев. А, да-да-да. Вот это очень показательно. Прекрасная музыка Чайковского, постановка китайская, прекрасные китайские акробаты. Но, увы, это не русский балет. Ну, и о чем это говорит? Ну, можно посмотреть пекинскую оперу в исполнении российских артистов. Тоже не фонтан бой. Тоже будет забавно. Да, я согласна. Я тоже, действительно, совершенно не волнуюсь за китайцев. Я наблюдала, как они учатся. Немножко мне пришлось поучиться. Я наблюдаю, как они учатся с моим сыном в Канаде. Меня очень беспокоит Россия. В России совершенно сломали правила уважения между, как сказать, между людьми. Да, да. Вот в Китае, несмотря на все эти революции, все на свете, существует какое-то удивительное уважение. Если ты трудишься, это уважение присутствует. Если ты чего-то достиг, это уважение присутствует. И, кстати говоря, я видела китайцев, китаянок, уже халтурщиц в Канаде, когда они работают вот на таком потоке. Я видела, как они... Невероятное изумление сейчас было на лице Сергея Гуриева. Он не поверил. Марина, а можно я вам задам вот такой вопрос? А как в России это сломалось? Я с вами согласен, что уровень доверия и взаимоуважения в России очень низок. Откуда это взялось? Мне кажется, вы знаете, вот все наши страшные события, и революции, и войны, и последние 20 лет. Я, наверное, по таким меркам, нашим, средним, довольно благополучный человек. Я благополучный, у нас малый бизнес. Мы очень много трудимся. Но я понимаю, что тем, как поспитали меня, моего мужа, моих друзей, наши родители, моим детям будет очень сложно здесь жить. Очень сложно. Потому что отношение к добросовестному профессиональному труду сведено почти в ноль. Да, Марина, согласен с вами. Уважается твоя очень быстрая хамоватая успешность, а твой дотошный профессионализм, твоя квалификация, они, знаете, нужны в каких-то экстремальных, форс-мажорных обстоятельствах. Ну, а да, когда проект горит. Да. Я бы вам... С сожалению, мы вынуждены согласиться. Так, согласна. Да, Марина, спасибо вам большое за наблюдение. Просто у нас очень много звонков уже. Да, и время наше в эфире кончилось. Здесь короткое. Вот я в Китае как-то ел, в ресторане потрясающая совершенно еда, грошовая совершенно цена. И вот мы потом просто позвали, ну, там, 40 блюд, как всегда, подают на этой накрутящейся вертушке. Вот. Слушайте, говорю, ну, почему такие, как вы держите такие низкие цены? Говорят, а вот всегда русские так спрашивают. Потому что у вас задача как бы срубить бабла по-быстрому. Вот, и все. А мы знаем, что вы к нам, ну, не вы, а вот с которыми вам из университета профессора придете завтра и послезавтра. Мы вас смотрим на перспективу 10 лет. Вы на 10 лет наш клиент. Вот. И мы вас рассматриваем в перспективе. А вы русские, так сказать, сейчас денег заработать и все. А дальше хоть трава не растет. Ну, это не только Китай. Если вы сходите в рестораны в Европе, вы увидите, что все намного дешевле стоит. Не так дешево, как Китай. Ну, работа на долгую перспективу. Ну, трудовая этика, Марина, настолько права, мне кажется, сейчас вот это разрушение. Это одно из самых страшных разрушений. Да, абсолютно. И более того, к сожалению, количество таких людей, как Марина, предпринимателей, сокращается. Вот это невероятно замечательно. Видно по подспечикам Форбса. Нет, это видно, к сожалению, по статистике Министерства экономического развития. Да. У нас, слава богу, все в порядке. Иван на линии. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Времени немного, но постараюсь коротко и ясно. Пожалуйста. Не знаю с чего, но вы меня не перебивайте. Я считаю, что Россия самая безрелигиозная страна. И вот отсюда вся проблема. А отсутствие совести, неверие в загробный мир, возращивает монстров во всем. Чиновник без веры, чиновник без совести. Иван, а Китай религиозная страна? Сильно? А вот я вам сейчас объясню. Специфика китайской религии такова, что коммунизм не смог сломать ее. Да, китайцы религиозные. А какое? Конфуцианство, буддизм? О чем вы говорите? Все, что угодно. Конфуцианство, буддизм. Но там есть еще их не синтоизм. В другой стране. Это Япония синтоизм. Понятно, Иван. Спасибо. Ну да, Иван нам указывает на такую культуру. Ну, в принципе, да, Сергей. Конфуцианство, конечно, сильно дало. Есть справедливость в том, что действительно в России сейчас кризис ценностей. Не экономики. Он отношенческий и ценностный. И более там выхода из него правильного не видно. Но почему? Вот мы сегодня с вами обсуждали. Депутат, которого якобы разоблачили в плагиате, ушел из комитета по образованию. Да, перешел. Будем считать, что это комитет по моргальнице. Я не знаю, в какой комитет он перешел. Но в любом случае какая-то реакция на то, что обсуждалось. Да, но вы знаете, при этом мы ехали, когда сюда по радио передали новость печальную, что человек погиб в перестрелке на дороге, на Звенигородском шоссе, в конфликте между автомобилистами. Боже мой. Все, сегодня, да? Да, сегодня. Его просто застрелили. Моя дорога, где ее? О, господи. Вот, в этом смысле это кризис отношений. Кризис отношений. Это не только неуважение друг к другу, но и хуже. Вы знаете, у нас какие-то такие... Ну, я думаю, не грех на такие какие-то житейские байки свелось. Но вот тоже я расскажу свое. Я в Китае на последний свой визит, там так получилось, далеко университет от гостиницы был, каждый день ездил на такси. Час туда, час обратно. Шесть дней ездил, ни одной аварии не видел. Тысячи, сотни тысяч машин. Все на перекрестках непонятно как проезжают. Вот велосипедисты, тысячи велосипедистов, мотоцикли, все. Вот ни одной аварии. Прилетая в Москву, дороги от Домодедова до дома насчитывают там шесть или семь аварий. Вот. О чем это говорит? Мне кажется, о какой-то самоорганизации. Люди не очень вежливо водят машину, не уступают друг другу дорогу. Это та же самая проблема, о которой вы говорили. То есть у Китая какое-то самоорганизующееся общество, а у нас саморазрушающееся. Опять-таки это не только Китай, но в Европе тоже люди уступают друг другу дорогу. И в Америке люди уступают друг другу дорогу. Может быть, Россия действительно слишком молодое общество. То есть мы проходим вот этот период выхода из социализма, из-за вот этой спирали. И мы хотим самоутвердиться. Мы слишком долго жили коллективом, мы хотим получить индивидуальное потребление. Мы не так долго жили коллективом. Вы, Лиза, не так долго, а мы с Сергеем долго. Или вы включаете царскую историю. Нет, нет, я лично жил в Советском Союзе. Я лично тоже жила в Советском Союзе. Но не сознательно жила. Ну что ж, друзья, наше время, к сожалению, уже подходит к концу. Спасибо огромное всем позвонившим. Как всегда, ваши звонки невероятно умные и глубокие. К сожалению, не можем уже ответить. Но хочу поблагодарить только нашего гостя Сергея Маратча Гуреева, ректора РЭШ Российской экономической школы, соведущую Лизу Осетинскую, главного редактора Forbes, и вас всех, кто позвонил. Ну, как всегда получилось, да, хотели поговорить о Китае, а вышло о России. У меня был вопрос, кстати, представлять ли Китаю угрозу для России, но оказалось, что Китай не представляет угрозу. Из нашей программы. Программа «Археология». Спасибо всем. Доброй ночи и удачи. Спасибо.